Продолжение следует... Продолжение следует... А конкретнее сегодня мы бы хотели поговорить про культуру любопытства и про то, как она влияет на бизнес-результаты. Я думаю, для всех эта тема очень любопытна. И спасибо еще раз всем, кто сегодня пришел, выделил время на этот вебинар. Мы, правда, в центре считаем, что любопытным людям становятся доступны все самые прорывные инновации. И сегодня у нас в гостях эксперт Павел. Так, секундочку. Почему-то мне не хочет двигаться презентация. Вот. Да, у нас в гостях Павел Михайлов. Павел, добрый день. Павел. Хорошо. Павел, видимо, подключился. Здравствуйте. Да, я здесь. Добрый день. Здравствуйте. Рад знакомству. Спасибо, что пришли к нам сегодня в центр. Так, на нашем виртуальном фоне, можно сказать, мы в одном пространстве центра дизайна мышления. Павел является экспертом по поиску и оценке руководителей высшего звена и отраслевых специалистов редких. Более 15 лет Павел помогает специалистам из различных индустрий построить свою карьеру. А карьерный трек Павла включает в себя такие компании, как Остин, гражданские самолеты Супова, посткорпорация Росатом и такое рекрутинговое агентство России, как Корнерстоун. За свою карьеру Павел трудоустроил более 600 кандидатов в российские и международные компании из химической промышленности, нефтегазовой отрасли, тяжелого машиностроения, ритейла и IT. Также Павел является постоянным участником отраслевых HR-конференций, так что, думаю, сможете увидеть Павла где-то на офлайн-ивентах также. Немножечко расскажу о том, что же мы сегодня с вами будем делать на этом вебинаре, о чем мы с вами узнаем. Мы узнаем о том, что такое культура любопытства, зачем ее внедрять в организации, как она влияет на бизнес-результаты, как она влияет на эффективность сотрудников, какие у нас есть барьеры в России при внедрении культуры любопытства и как их преодолеть. А также поговорим про несколько примеров компаний, которые практикуют уже сейчас внедрение этой культуры. Сейчас, секундочку, я перехожу на другую презентацию. А пока расскажу вам, почему мы вообще решили заговорить в Центре про культуру любопытства. Мы сейчас действительно работаем с компетенциями будущего. У нас формируется такой, можно сказать, факультет по работе с будущим. Здесь, если вы зайдете во вкладку «Обучение» у нас на сайте, вы сможете увидеть, что здесь формируется несколько уже таких факультетов. Один из факультетов — это компетенции будущего. И в него входит наш новый курс, наша новая программа, которую мы бы тоже хотели сегодня кратенько презентовать. Не оставили наших студентов без нового образовательного продукта. Вы с легкостью сможете найти этот курс здесь, в компетенциях будущего, с ярлычком «Новая программа». Почему мы решили заняться этой компетенцией? Потому что большинство прерывных открытий вообще и замечательных изобретений на протяжении всей истории являются именно результатом любопытства. То есть они имеют нечто общее. Это любопытство, которое привело людей к ним. Любопытство улучшает вовлеченность человека в процесс и способствует созданию атмосферы настоящего сотрудничества. И любопытные люди делают всегда лучший выбор и улучшают эффективность своей компании. Чуть позже вы сможете познакомиться с лендингом нашего образовательного интенсива, который стартует уже 18 сентября. Сейчас мои коллеги скинут его тоже дополнительно в чат. Также здесь, что интересно, вы сможете бесплатно скачать методичку по любопытству в бизнесе и использовать ее у себя в работе. Я на этом моменте останавливаю свою презентацию. И такое в качестве небольшого интерактива для всех, кто у нас сегодня присутствует, я бы хотела попросить вас отправить в чат цифру от 1 до 5. Как вы считаете, насколько развито любопытство вашей компании на сегодняшний день? Посмотрим такую небольшую статистику, сделаем небольшой overview. И тут я передаю слово Павлу. Павел, приветствуем уже все. Приветствуем, Марго. Спасибо большое. Надо передать вам слово. Кто-то пишет в 10. Классно. Можно похвалить. Коллеги, позвольте представиться. Меня зовут Михайлов Павел. Как уже сказала Маргарита, я являюсь экспертом в области поиска оценки и развития руководителей бывшего звена. Также занимаюсь редкими отраслевыми специалистами. И, соответственно, вопрос, почему меня пригласили быть спикером по такой теме. Работая с своими клиентами и выстраивая коммуникацию, собирая обратную связь, я часто погружаюсь во внутренние аспекты бизнеса, в том числе вопросы, связанные с well-being. Это то, что, по сути, создает позитивную, поддерживающую организационную культуру компании и повышает удовлетворенность, снижает уровень стресса и заболеваемости среди работников компании. Что такое любопытство? Любопытство – это стремление узнать какие-то новые вещи, подробности, что-нибудь новое, услышанное. Это свойство, которое нам, людям, присуще на генетическом уровне. С самого рождения мы все проявляем любопытство. Будучи маленькими людьми, будучи, прошу прощения, будучи маленькими детьми, мы всюду совали свой нос, задавали вопросы, большого интереса, пробовали делать то, что даже нам говорили, делать нельзя. Так как мы хотели понять, какие будут последствия, что будет после. Соответственно, таким образом мы проявляли то самое качество под названием любопытство, которое развивало, по сути, наш мозг, делало нас в последующем умнее, более взрослыми. Осознанными и адаптивными к жизни. Доцент психологии в одном из университетов Соединенных Штатов Америки и автор большого количества книг на тему любопытства называет его как раз-таки двигателем роста. По мнению ученого, оно помогает найти цель и смысл жизни. То есть любопытство, в принципе, наблюдается у любого живого существа. Возьмем, к примеру, ту же самую кошку, которая всюду сует свой нос, и даже чувствуя опасность, она не остановится, ее интерес не угаснет, ну, разве что на время. В твое время ирландский поэт Джеймс Стивенс сказал, что любопытство победит страх даже лучше, чем храбрость. Соответственно, вопрос, который мы задаемся с коллегами, это как развивать любопытство. То есть любопытство — это, чтобы развить любопытство, мало просто задавать вопросы о том, как функционирует та или иная деталь, тот или иной аспект нашей жизни. То есть мы должны подходить с разных сторон к изучению данного вопроса, чтобы более глубоко, более широко понимать, понимать, да, как работает механизм. Соответственно, любопытство — это стремление узнать в подробностях что-то новое, так как я уже сказал, простите, перейдем. Сейчас, простите, коллеги, сейчас одну секундочку. Простите, технические накладки. Итак, как я уже сказал, любопытство — это стремление узнать что-то новое, в подробностях, да, вновь появившееся, услышанное. Для того, чтобы развивать любопытство, мы должны... Это, знаете, как в спорте есть такое понятие мышечная конфузия, да, когда мы делаем какое-то одно упражнение, какое-то одно действие каждый день, оно, соответственно, вызывает привыкание и никакого эффекта в последующем не создает для нашего организма. Соответственно, если мы чередуем или меняем технологию занятия, то мы получаем новый опыт и, как следствие, да, развиваем, ну, в первом случае, да, это мышцы, в нашем случае это развиваем наше сознание, развиваем наш мозг. Очень простой пример, как это, да, то есть как это повлияло на мою жизнь. Несколько лет назад все были увлечены такой темой, как инвестиции, все задались вопросом, как работают компании, как их оценивать. Ну, честно скажу, что я был не исключением и также погружался в эти вопросы, однако всегда хотелось понять чуть больше, чем, да, понять, почему компания стоит определенное количество денег, почему не меньше или почему больше. И, соответственно, я изучал, да, впоследствии изучил такой метод, как дисконтирование денежных потоков, понимал, да, в последующем, как влияет, как понятие EBITDA влияет на деятельность компании, что это такое. Я не стал финансистом, но при этом, но при этом спустя несколько лет в настоящее время, общаясь с руководителями лучшего звена крупных корпораций, я могу аргументировать свою позицию на понятном их языке, что дает, конечно же, мне возможности для реализации своих проектов и инициатив. Культура любопытства. Культура любопытства – это не просто умение задавать вопросы, это создание среды, в которой изучение новых идей, оспаривание каких-то предложений и постоянное обучение является неотъемлемой частью организации. Ранее кто-то из вас направлял вопросы, связанные с тем, как культура любопытства развита в других странах. Погружаясь в данную тематику, я заметил очень такую интересную вещь, что в ряде западных стран, в Соединенных Штатах Америки, культура любопытства как термин, как философия, очень хорошо работают, очень хорошо себя показывают во многих компаниях. В России же понятие культура любопытства, оно, наверное, является немножечко новым. Хотя большая часть крупных компаний, и неважно какой это сегмент, будь это IT, большие компании, как Яндекс, или же это будет маленький стартап, неважно, будь это тяжелая промышленность или розничная торговля, составные части культуры любопытства, они все равно используются, потому что это способствует внедрению инноваций, развитию, ну и, конечно же, сплочению сотрудников. Независимо от отрасли, исследования показывают, что поощрение любопытства в организациях помогает сотрудникам находить какие-то альтернативные решения возникающих проблем. Очень хорошо сплочает коллектив, упрощает кросс-функциональные взаимодействия. По своему опыту могу судить, что еще пять лет назад, например, работники госкорпораций, работники госкорпораций говорили о том, что у них не приветствуется любопытство погружения в вопросы, связанные с бизнес-процессами других подразделений компаний. В настоящее же время культура любопытства очень хорошо развита, то есть хоть и не называется таковым образом, в таких компаниях, как «Магнит», госкорпорация «Росатом», компания «Норильский никель», то есть это те самые компании, для которых внедрение инноваций, и сплоченная работа сотрудников очень важна для достижения не только ключевых показателей эффективности для топ-менеджеров, но и развитию, открытие новых месторождений, запуска новых продуктов, повышению маржинальности бизнеса. Далее. Зачем внедрять культуру любопытства? Каждый член команды, по сути, обладает своим видением на ту или иную ситуацию и доступ к этому видению, к этой информации, к тому, что знает человек, как он действовал в тех или иных ситуациях, можно получить только задавая вопросы, то есть обсуждая с ним те или иные тезисы, влиявшие в прошлом или влияющие в настоящем на его работу в компании. Соответственно, инновации уже не возникают из ниоткуда. Грубо говоря, доставка товаров, которым мы сейчас активно пользуемся. Когда-то компании, в том числе и розничные сети, задались вопросом, а почему бы нам, например, не сделать свою жизнь покупателей проще? Как это сделать? И, конечно же, таким образом появилась доставка товаров, что упрощает нам жизнь и, соответственно, делает ее более приятной. Вообще такие вопросы, как «что если?», «как мы могли бы?», «почему бы и нет?», «что можем еще сделать?», «что будет это нам давать?» Являются смелыми позициями, которые создают образ говорящего. Я не знаю, но я хочу знать, я хочу понимать, хочу двигаться дальше. Что культура любопытства дает компании? Во-первых, это более качественное принятие решений. Когда пробуждается любопытство, мы с большей вероятностью рассмотрим различные альтернативы и более широкие возможности, а не будем искать доказательства для подтверждения наших убеждений и вообще полагаться на какие-то стереотипные предположения. Оперативность решения проблем при непредвиденных обстоятельствах. То есть рассматривая в базовом варианте более чем два разветвления, какого-либо события и задавая вопроса, что может быть еще, кроме как пойти налево или пойти направо, дает нам возможные в будущем альтернативные пути, которые могут повлиять на результаты посредством наших действий, в том числе компании. Больше инноваций и позитивных изменений – это, наверное, самый главный аспект, самое главное, что дает нам культура любопытства. То есть задавая вопросы, мы получаем новые ответы, у нас появляются новые идеи, ну и как следствие мы создаем новые продукты или совершенствуем текущий бизнес-процессы. Более высокая вовлеченность сотрудников и их удовлетворенность также является, наверное, одним из основных позитивных факторов, влияющих на деятельность компании. Когда люди не боятся задавать вопросы, не боятся коммуницировать с другими участниками группы или с другими сотрудниками компании, они выстраивают более крепкие взаимоотношения, более доверительные. Они знают, что они могут, да, то есть они всегда могут обратиться за советом к своему коллеге, положиться на его, в том числе и эмоциональную поддержку, ну и, соответственно, как вывод, меньше стресса, больше концентрации на конкретных действиях, на будущих действиях и улучшение, соответственно, таким образом результатов. В сокращении групповых конфликтов и более открытое общение, тоже как следствие, да, то есть которое вырастает, как люди общаются, да, конфликты – это неизбежная часть взаимодействия двух и более людей, но, опять же, проходя это снова и снова, процесс коммуникации улучшается и, соответственно, дает возможность для движения вперед. Более эффективный процесс обучения сотрудников, то есть мы задаем вопросы и тем самым стимулируем те участки мозга, которые, да, отвечают за обучение, за наше развитие. Соответственно, таким образом, да, мы более вовлечены в процесс, так как, да, эмоциональный аспект, да, любопытство, он имеет очень большое значение ввиду того, что вы наверняка могли заметить, да, из своей жизни, что те вопросы, которые нас интересуют, которые подпитываются, да, нашей мотивацией, они находят больше, да, больше отклик, нам легче становится найти информацию для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну и, конечно же, мы лучше запоминаем. Есть исследование, которое показывает, что для того, чтобы что-либо запомнить, это должно подкреплено быть, да, каким-то эмоциональным аспектом. Понятное дело, если вы идете и видите какую-то, даже красивую вывеску, вы можете ее не запомнить, но если это, например, какой-то эмоциональный аспект жизни, связанный, да, с позитивными изменениями, или какое-то приятное событие в жизни, да, то есть высокой долей вероятности, оно запомнится вам на всю жизнь. Так, далее. Польза для сотрудников, да, то есть сотрудники, которые задают вопросы, в первую очередь, совершают меньше ошибок при реализации своих инициатив. За счет чего? То есть это все получается за счет двух, по сути, аспектов. Первое – это то, что люди заранее продумывают те негативные сценарии, которые могут произойти в результате, да, совершения какого-либо действия, да, то есть неважно, будь это звонок или создание какого-то нового прибора и, соответственно, его испытания, либо технические параметры работы оборудования. Задавая вопросы, мы стимулируем, опять же, да, как я и сказал ранее, получать новые ответы, да, таким образом, таким образом мы получаем больше возможностей, больше вариантов развития событий. Сотрудники, которые задают вопросы, они видят больше позитивных изменений. За счет чего это происходит? Первое – за счет коммуникации, которая, да, то есть мы задаем вопросы другим людям, они задают третьим, третьим, да, идут и совершают какие-то действия, которые направлены на получение либо ответов, либо на получение, либо ответов, либо на изменения каких-то ситуаций. Опять же, да, это очень хорошо влияет на вовлеченность сотрудников, на их уровень вовлечения к работе в организации. Меньше испытывают тревоги и легче адаптируются к новым изменениям в компании. Как правило, то, что мы, то, чего мы не понимаем, мы этого больше всего боимся. То, что же мы понимаем, осознаем, да, нам порой бывает легче принять и, соответственно, работать с этим. Быстрое обучение новому, да, как я уже сказал, эмоциональные, да, то есть эмоциональные всплески, которые, соответственно, провоцируют, да, нас погружаться в какую-то тематику лучше. И, соответственно, получение новой дополнительной информации, которую, да, за счету мы можем не найти в открытых источниках, в книгах, да, то есть та информация, которая является опытом других сотрудников. Любопытство вообще не только необходимо, да, для производительности сотрудников, да, но и для повышения мотивации к доверию и сотрудничества с своими коллегами, да, в том числе с которыми мы вступаем в кросс-функциональное взаимодействие. Барьеры на пути внедрения. Традиционно, традиционно, основными барьерами, как правило, является сопротивление и нежелание сотрудников, да, производить новые, ну, то есть задавать вопросы, получать ответы и, соответственно, внедрять, да, то есть новую информацию в бизнес-процесс компании. Также, да, одна из распространенных, один из распространенных барьеров на пути внедрения культуру любопытства – это нежелание руководителей, непонимание, да, зачем менять процессы, зачем расходовать человеческие ресурсы на изменения. Соответственно, зная, да, зная то, как это может повлиять на бизнес-результаты, ситуация зачастую меняется, но первоначальный момент на пути внедрения культуры любопытства и на пути внедрения, в принципе, каких-либо новых процессов, как правило, является, да, не вовлечение высшего руководства, да, и каскадирование этого вовлечения на их подчиненных. Павел, я вот здесь, наверное, немножечко так возникну и все-таки заберу буквально пять минуток времени эфира и расскажу кратко про наш курс по культуре любопытства, что вообще туда входит, о чем там будем рассказывать, потому что также вебинар приурочен выходу нашей новой образовательной программы. Это новый образовательный интенсив, который стартует 18 сентября, будет длиться всего две недели, такой интенсивный формат обучения. Павел, а от вас мы будем рады после моей речи услышать уже про практические примеры внедрения любопытства, про ваш опыт в различных компаниях. Можно я заберу, пожалуйста, демонстрацию? Так, отлично, отлично. Все ли видно, все ли хорошо? Отлично. Да, как я сказала ранее, наш новый образовательный интенсив, который посвящен компетенции культуре любопытства, продлится две недели с 18 сентября по 2 октября. О чем вообще этот курс? Как раз таки о том, как формировать профессиональные навыки по работе с любопытством, как с компетенцией, для создания инновационных решений для бизнеса и компаний в условиях неопределенности. Кому может быть полезен этот курс? Руководителям и менеджерам, также HR-специалистам, предпринимателям, стартапам и вообще, в принципе, любым специалистам, кто заинтересован в развитии корпоративной культуры и повышением своей, в том числе, профессиональной эффективности. Про практическую значимость курса скажу несколько слов. Студенты научатся разрабатывать и внедрять программы инициативы, направленные на поощрение любопытства среди сотрудников. Также студенты узнают конкретные методы и инструменты, которые будут стимулировать обмен вопросами, обмен идеями, эксперименты, новые креативные и эффективные решения рабочих задач. Также студенты научатся развивать компетенцию как у себя, так и у своих подопечных и помогут им находить нестандартные решения задач. Здесь это не написано, но я считаю очень важно еще сказать, что любопытство, конечно же, влияет на непрерывное обучение, на стимуляцию процесса непрерывного обучения. Мы часто слышим про lifetime learning, а как вообще можно в себе раскрыть вот это желание к непрерывному обучению, это как раз таки лежит в области компетенции любопытства. Ну и стимуляция, конечно, инновационного мышления как прямой продукт любопытства, как компетенции. Немножечко про программу курса, всего 4 блока. Первый блок мы расскажем про основы культуры любопытства, про ценность компетенции. Ну, наверное, для меня лично здесь самый интересный второй урок про связь любопытства, дофамина, нейропластичности и выживания. Такой внезапный момент, но тоже будет очень интересно. Дальше расскажем и про взаимосвязь любопытства и лидерства, креативности, мотивации. Дальше перейдем к корпоративной культуре любопытства. Как вообще любопытство построено от руководителя к сотруднику, от организации к сотруднику. Как сотрудники себя ведут на рабочем месте. Посмотрим за их поведением, за усилением взаимодействия и кооперации внутри команд. Чуть-чуть поговорим про рабочее пространство будущего. Как оно устроено и как оно должно выглядеть, чтобы сотруднику было комфортно. Третий блок у нас прикладной. Это про креативные методики по работе с любопытством. Блок основан на материалах наших коллег из D-School Стэнфордского университета. На основе их материалов мы разрабатываем практику по креативным методикам. Собственно, переходим к четвертому блоку. Это внедрение культуры любопытства в компании, про интеграции, развитие компетенции в компании, про поощрение любознательности, про барьеры, с которыми сталкиваются сотрудники при интеграции и компетенции. И, конечно же, не обошлось и без обзора трендов. Это такая вдохновляющая история. На выходе обязательно посмотреть про тренды будет очень полезно для любой отрасли. Все эксперты курса, в принципе, эксперты в сфере HR, по работе с корпокультурой, по развитию персонала, лидеры исследовательских направлений и также лидеры нейрофизиологии и социальной нейробиологии, что для нас тут тоже может быть запоминающимся моментом. Поэтому это мой последний слайд. Я передам слово Павлу. Кому любопытно, пожалуйста, сканируйте QR-код, переходите и читайте про наш курс поподробнее, скачивайте обязательно бесплатную методичку. Павел, мы уже жаждем практики, практических каких-то примеров, так что передаю вам слово. Павел, выключен микрофон. Не слышим вас сейчас. Простите, коллеги. Из практических, то есть закончу, соответственно, о барьерах на пути внедрения. Первое, это нужно поощрять вопросы, то есть создавать форумы, различные мероприятия, метапы, на которых сотрудники компании могут задавать вопросы и, соответственно, предлагать свои ответы на возникающие вопросы у других членов этого сообщества. Предоставление учебных ресурсов, то есть многие компании тратят достаточно большие ресурсы на обучение сотрудников, чтобы сотрудники были более погружены в те или иные тематики бизнеса и были более эффективны. Ну и, конечно же, создание безопасных пространств для экспериментов, да, то есть здесь самое важное, это позволит сотрудникам тестировать новые идеи в среде с низким уровнем риска, да, то есть наверняка вы слышали, наверняка вы слышали о такой практике компании 3M, называется 15% времени, которая посвящена, 15% времени люди задают вопросы и, соответственно, формулируют ответы, придумывают, да, различные продукты, да, соответственно, инновационного характера. Кстати говоря, такая политика как раз привела к одному из них, привела к созданию популярного данной организации, да, продукта, стикера, постит, да, которую мы до сих пор используем очень активно, в принципе, любого сотрудника, уверен, как, да, наравне с ручкой и карандашом используется, да, этот инструмент. Помимо компании 3M, компания Pixar, да, достаточно известная инновационная студия, очень активно использует, да, культуру любопытства, она у них закреплена именно в процессах, да, то есть для создания анимационных фильмов часто бывает так, что режиссеры, создатели контента, они просят либо дать обратную связь, либо подключают к созданию новых материалов сотрудников, да, которые даже могут быть напрямую не вовлечены в процесс, да, создания герой, персонажей, формирования анимации. Ранее, да, изучая данную тему, наткнулся на описание одного примера, когда при создании одной из сцен, ну, одной из сцен режиссер попросил дать обратную связь бухгалтера, на что тот сказал, что, ну, я всего лишь бухгалтер, а режиссер отметил, да, что нам нужны ваши мысли, ваши идеи, да, потому что они отличаются от идей других сотрудников компании, они могут принести что-то новое в создании этого продукта. Соответственно, да, то есть разнообразные мнения способствуют не только улучшению процесса, но и созданию новых продуктов и идей. Пример компании Google, да, то есть они, у них тот же самый процесс, который называется компанией 3M, 15% у них он называется, 20% он направлен, да, непосредственно на инновации, да, и составляющей его частью является как раз-таки, да, процесс создания вопросов и поиска ответов на эти вопросы привел к тому, что компания, да, создала и достаточно известные продукты, как Gmail и Google F, да, которыми пользуются все люди на планете практически, ну, или больше их часть. На этом все, коллеги, вопросы? Да, Павел, у нас уже есть заготовленные заранее вопросы, которые я сейчас буду задавать. У нас, да, были участники, кто заранее нам прислал в форме ответы на вопросы, они в приоритете, дальше уже пойдем по чату. Итак, Павел, как можно подсказать мягко руководителю, что это важно изучить ему, что любопытство важно и руководителю? И как быть, если твое любопытство на работе и попытка задавать больше вопросов, чтобы погрузиться, создает конфликты, что, мол, это не нужно, а важно срочно сделать задание в первую очередь? Вот здесь очень хороший, опять же, да, очень хороший пример, который именно связан с барьерами на пути к внедрению культуры любопытства. Давайте зададимся для начала вопросом, что важно любому руководителю. Ему важно выполнить, да, то есть определенные показатели. Если мы говорим о руководителе высшего звена, да, грубо говоря, если это директор по персоналу, то это снижение уровня текучести, это бюджетный персонал, да, это повышение увлеченности сотрудников, да, укомплектованность штата. Если мы говорим, да, про финансовые директоры, это бюджет компании в целом. И подсказать мягко руководителю можно лишь оперируя на то, что важно ему. Вот приведу один очень хороший пример. Несколько месяцев назад я собеседовал директор по информационным технологиям очень крупной компании, очень крупной производственной компании, в ней работает больше 40 тысяч человек. И я задал у нее вопрос, вот как получается она работает в IT. И это классически очень сложное направление с точки зрения проектов. Потому что, ну, к примеру, простой, да, то есть внедряет систему по управлению финансами. С одной стороны, это должно быть выгодно финансовому директору, его подчиненному, но, с другой стороны, это побуждает их тратить большое количество человек и часов на внедрение того, что, да, может быть, не будет иметь, да, никакого эффекта, ну, или, по крайней мере, они этого не понимают. С другой стороны, если им объяснить, да, то есть каким образом, как конкретизировано, возможно, даже в цифрах привести примеры сопоставления, как это делается в других компаниях, особенно в компаниях смежных отраслей, как это отразилось на их финансовых результатах, даст больше возможности на понимание со стороны руководителя. Потому что таким образом ты, как бы, встаешь на одну позицию вместе с ним, да, и пытаешься довести, ну, то есть ты доносишь ему информацию, которая, в первую очередь, да, волнует его процессы, да, а не просто потому, что, да, ты восхитился тем, что, да, вот люди говорят, что это классно, да, это работает в международных компаниях, но это тоже должны внедрить. Да, Павел, спасибо. Мы как раз скинем вебинары в Телеграме исследования, про которые говорил сегодня Павел, для того, чтобы можно было при общении с руководителями также это использовать и подкреплять информацией. Да, Павел, вот и второй вопрос, вторая часть этого вопроса, как быть, если твоё любопытство на работе и попытки задавать вопросы создаёт конфликты, даже до конфликтов доходит, что это вообще не нужно, и важнее делать срочные задания сейчас. Но вы отчасти ответили на этот вопрос? В первую очередь, агентовлияние. Знаете, в любой организации, в любой команде есть формальный, есть неформальный лидер. Иногда две эти роли, они объединены в одном человеке. Если, да, если этого человека вовлечь, да, в то, что интересно тебе, он, соответственно, это распространит на других участников коллектива. Как это сделать? Проявляет любопытство, да. Опять же, из моего примера, общаясь с этим человеком, она дала очень хороший ответ. Как получается убедить людей? А она ответила, вы знаете, я очень хорошо знаю свой блог, я его знаю очень хорошо, очень досконально, и очень хорошо понимаю блог моего оппонента в переговорах. Да, и когда я с ним общаюсь, я как бы иду ему на уступки, которые для меня незначительны, но для человека они имеют большое значение. Так же и здесь. Да, то есть если ты будешь проявлять то же самое любопытство по отношению к работе человека, да, но делать это, конечно же, аккуратно, да, ни в коем случае не напрашиваясь, не наседая на человека, то, соответственно, в конечном итоге ты будешь обладать как минимум информацией о том, что нужно делать для получения конкретного эффекта. Да, я согласна, на самом деле, Павел. Тоже скажу про свой опыт немножко в центре дизайна мышления. Действительно, какие-то инновационные истории часто приходили, когда я вообще сомневалась, а идти ли к директору центра, задавать ли тот или иной вопрос, инициировать тот ли продукт, а потом оказалось, что это прям вообще в точку, и я рада была, что преодолела вот этот вот барьер, просто начала говорить. Следующий вопрос. Насколько развита культура в других странах? Здесь уже тоже мы коснулись немножечко этого вопроса и поняли то, что, в принципе, в других странах она развита и больше, чем у нас. Я прошу. Да, да, да. Простите, я прерву. Знаете, вот это вопрос скорее наоборот. То есть в других странах культура любопытства, она закреплена в стратегиях, в нескольких компаниях, в принципах работы. Пусть она может не называться напрямую культура любопытства. То есть культура любопытства, это, по сути, погружение в неизвестные для тебя вопросы, погружение в досконально неповерхность. И, соответственно, да, это порождает инновации. Многие IT-компании, к примеру, да, они, да, ну и, в принципе, любые компании, которые развиваются активно, они все равно внедряют те или иные инновационные продукты. Мы можем просто их не видеть и не знать, да, потому что внедрение какой-то системы IT в компании, да, например, розничный Steam, Magnit или X5 Retail Group, мы не увидим. А для компании, да, то есть мы не увидим внедрение этой системы, но мы увидим последствия. Соответственно, вот, отвечая на этот вопрос, если в других странах, в Европе, в Америке, такая вещь, как культура любопытства, она закреплена прям понятием, то в России это скорее, да, то есть отдельные составляющие культуры любопытства, да, присутствуют в нашем российском бизнесе. Вот, как пример, я не привел, но очень хороший пример, да, позитивных изменений, это госкорпорация Росатом, в которой мне посчастливилось поработать. И так вот там, в принципе, любой желающий может погрузиться в тельные проекты развития, то есть есть практически в каждом дивизионе есть проектный офис по трансформации, в который может вступить абсолютно любой желающий, то есть если тебе что-то интересно, ты пытаешься понять, как улучшить процесс, не связанный напрямую с твоей работой, да, то есть ты просто идешь и разговариваешь с, соответственно, куратором, да, то есть просишь включить тебя в группу и, пожалуйста. Павел, а вот как раз в чате к нам пришел вопрос на эту прям тему от Александра Костина, что вот вы сообщили, да, что в Росатоме культура любопытство прививается, это приятно и удивительно, можно ли привести какой-то конкретный пример? Может быть, Павел, вы расскажете чуть подробнее про вот эти трансформационные блоки, как вообще они устроены, как туда люди приходят? Я год назад работал в одном из дивизионов госкорпорации Росатом, это компания Росатом инфраструктурное решение, которое управляет, ну, по сути обеспечивает теплом и электроэнергией весь центральный федеративный округ, тот, что находится ниже Московской области, то есть это большая территория, плюс еще несколько теплоэлектростанций находятся разбросаны по России, да, то есть от Западной Сибири до, соответственно, до Сахалина. И вот, ну, как пример я могу говорить, да, за компанию, именно за дивизион, в котором я работал, вот, то есть для того, чтобы перейти на грейд выше, сотрудник должен был, да, то есть там было несколько параметров, несколько факторов, которые являются определяющими, и были несколько факторов, которые как способствующие, да, определяющие, это, конечно же, выполнение своих ключевых показателей эффективности, да, отсутствие там нареканий страны руководителя, да, ну, это как абсолютно нормальная вещь. А вот, например, да, а вот, например, внедрение каких-то новых сервисов, продуктов, предложение по совершенству бизнес-процессов, вот это то, что влияло, да, на развитие, то есть, опять же, вступление в те же самые проектные офисы, вот, они все были разделены по блокам закупки, это финансы, технический блок, HR и так далее. И, соответственно, да, были, каждый блок включал в себя ряд вопросов, которые, ну, как, находились со знаком вопроса, да, и которых, да, людям хотелось прояснить, которых хотели, да, то есть, как-то изменить, сделать компанию более эффективной, да, то есть, повысить ее операционную эффективность в первую очередь. Соответственно, таким образом, да, то есть, люди могли влиять. К примеру, несколько лет назад, да, я работал в компании Гражданский самолета с Хоуа. Я не знаю, как сейчас, но вот в тот период, в 2018 году, к сожалению, да, то есть, ряд бизнес-блоков, в частности, такой, как-то сказать, конструкторский блок, да, который не являлся, наверное, да, скорее инновационным, да, вот там был вопрос, всегда было очень много вопросов о том, как что-либо делается, и люди, ну, всячески старались держать даже новых сотрудников, которые работают в их подразделениях, да, от погружения в работу. Вот, соответственно, ну, то есть, да, к сожалению, что мы видим, пока что еще российских самолетов, да, которые там могли бы сравнить с Боингом или Airbus, мы не видим. С другой стороны, я вижу, да, то есть, там, та же самая госкорпорация «Росатом», которая уже перестала быть чистоэнергетической компанией, компанией, которая обеспечит в какой-то степени нашу безопасность, да, потому что, там, ядерный щит, который мы имеем, да, это заслуга как раз-таки, да, госкорпорации атомной электростанции. Но помимо этого, это еще ветроэнергетика, это IT, которые очень хорошо и активно развиваются, да, внедряются, там, система «Умный город», которая позволяет, да, там, не писать заявление, что у вас, грубо говоря, труба из тротуара, да, торчит, а, да, сделать фото. То есть, вот, подобные, как бы, вещи, они, да, способствуют развитию компании, да, а компания развивается в первую очередь за счет ее сотрудников, потому что именно они предлагают идеи, да, они выполняют работу и, там, делают ее либо более, либо менее эффективно. Окей, окей, спасибо большое, Павел, за такой развернутый ответ. Сейчас в следующем вопросе немножечко откатимся на уровень базовых потребностей человека, да, на уровень базовых потребностей сотрудника. Вопрос звучит таким образом. Как внедрить культуру любопытства, если у сотрудников такой уровень заработной платы, что хватает только на закрытие базовых потребностей? На каком витке развития должна быть компания, чтобы получилось внедрить эту культуру? Здесь, скорее, не уровень развития компании, да, а, скорее, диалог с сотрудниками. То есть, ну, задавайте простой закономерный вопрос. Ты хочешь больше денег? Каким образом? Да, то есть, тебе не хватает денег. Каким образом ты можешь больше заработать? Либо больше работать, либо лучше работать. Либо получить высшие деньги. Каким образом, да, то есть, ну, мы исключаем больше денег, да, потому что мы все ограничены своими физическими ресурсами, здоровьем, да, в том числе, там, да, состояние наших сосудов, сердца и так далее. Есть ограничения во времени. Времени только 24 часа. Мы не можем, да, тратить 30 часов. Нам еще нужно спать при этом. Соответственно, да, то есть, вот оно ограничение. У нас остается, да, то есть, делать то, что не могут делать другие. Ну, вот, да, простой, да, пример. Я занимаюсь executive search. Часто спрашивают, в чем отличие executive search от management selection или обычного рекрутмента, да, то есть, часто спрашивают люди, как ты ищешь персонал, руководителей, которые, да, там, зарабатывают не просто большие, а очень большие деньги, да. И, вот, ну, ответ, да, очень простой. В свое время я, да, там, я задался вопросом, вот, да, у каждого человека есть какая-то, там, да, нематериальная мечта, да, как профессиональная. Я, например, задался вопросом, а как сделать так, чтобы я знал абсолютно всех? То есть, первый, да, образ, да, то есть, я могу просто много работать, да, в каком-то одном строго определенном сегменте, да, там, грубо говоря, тяжелая промышленность, да, но мой опыт, он не связан только с этим сегментом. И, соответственно, да, то есть, ты можешь поработать очень долго, ну, и закономерно ты будешь, там, дознать всех людей. С другой стороны, да, то есть, ты можешь найти, там, подходы к поиску информации. У меня вообще есть шутка такая, как, что, когда я ищу людей, там, мне говорят, о, ты, наверное, используешь LinkedIn, я говорю, ой, нет, ребят, я использую новости, да, то есть, что дает, ну, и все всегда удивляются, как это так, ну, новости. Ну, да, там написано про руководителя, они дают интервью, они являются спикерами в различных, да, отраслевых конференциях. Ну, и, соответственно, вот, то же самое и других сотрудников. То есть, если ты, то есть, ты можешь, например, да, то есть, ты можешь быть разработчиком, а можешь быть архитектором, да, решений. То есть, ты не можешь стать сразу архитектором решений, ты должен пройти какой-то промежуточный этап. Учись, пробуй что-то новое, совершай ошибки и делай ВВД, соответственно, да, и дальше ты будешь продвигаться, вот, это заложено, например, в той же самой госкорпорации Росатом. Приходит человек и говорит, я хочу больше денег, я работаю три года. Почему? То есть, можно получить повышение, вот, ты пришел и сказал, хочу больше денег, но всегда закономерно. То есть, почему? Тебе могут дать за увеличенный объем работ, либо за то, что ты делаешь что-то, чего не могут делать остальные. Как это делать? Проявляя любопытство, задавайся вопросом, ищи ответы, общайся с людьми, спрашивай, да, то есть, делай выводы, делай записи, анализируй их, не сразу, спустя какое-то время, примени на практике, смотри, что это даст. В последующем, да, то есть, ты будешь это распространять на своих подчиненных, какие-то процессы у тебя будут заниматься значительно меньше времени, да, то есть, грубо говоря, если, ну, некоторым людям нужно, чтобы оценить другого человека, нужно полтора часа скрупулезного общения, да, там, задавания вопросов про всю его биографию, а другим людям достаточно четырех вопросов, да, то есть, задать четыре вопроса, очень глубокие уточняющие кейсы дать, и вот она разница, приведенная на конкретно моем примере. Да, Павел, спасибо большое за ответ. У нас сейчас еще пришел в чат очень такой интересный вопрос от Василия Голубева. Павел, как вы считаете, есть ли различия между исследовательской позицией личности и любопытством как культурным, социализационным паттерном? Да, да, конечно, есть, есть очень большое, есть очень большое различие, и даже более того, вам скажу, что классически то, что мы называем любопытством, называют, да, то есть, в общем принятом термине жизни любознательность, да, то есть, хотя, да, ну, академический терм подразумевает, да, то есть, дает нам определение, что любопытство – это стремление, в принципе, к чему-то новому, но часто, когда мы общаемся, да, с людьми, да, и говорят, что вот кто-то есть любопытный, да, и это подразумевает, что это не, как это, непрактичное любопытство, неэффективное, назовем его так, а это любопытство, да, которое направлено просто на получение какой-то информации, которую, то есть, ну, не имеет, то есть, просто для того, чтобы, да, подкормить праздный интерес человека. В этом и разница. Окей, да, понятно, спасибо. Такой еще тоже интересный вопрос. За какой срок в новом коллективе или команде можно натренировать любопытного? Будет здорово, если получится тоже раскрыть на примерах. Очень хороший вопрос. Я думаю, что это процесс непрерывный. Читая, например, да, биологов, психотерапевтов, да, на тему любопытства, они сравнивают это именно с непрерывностью, да, то есть, если ты на какой-то момент, да, то есть, останавливаешься, то то, что было получено, оно остается. Ну, как это, вот это вот, вот этой динамики движений уже нет, да, то есть, вот я приводил пример со спортом, да, то есть, которым, да, вот рассказывал, что, да, если ты делаешь каждый день одно и то же упражнение, ну, ничего тебе это не даст, нужно пробовать что-то новое, да, то есть, когда у тебя мышцы привыкают. То же самое, если ты, да, ты можешь делать 15-20 подтягиваний сегодня, активно заниматься спортом, да, при этом, а потом в какой-то момент перестать, и, соответственно, да, то есть, пройдет небольшое количество времени, после которого таких результатов ты уже сходу сделать не сможешь, да, то есть, такое базовое упражнение. Поэтому за какой срок это тут зависит, да, то есть, тут зависит от корпоративной культуры и от выстроенных взаимоотношений, да, внутри, опять же, прозрачности, коммуникации, то есть, есть коллективы, к сожалению, да, которые, которых, там, есть склоки, где ты ему не можешь доверять сотрудникам, да, опасаясь, что они, там, расскажут твой секрет или как-то это используют, в других же, в других же, да, в других же компаниях такие процессы, да, они, ну, то есть, прозрачность коммуникации, ну, наоборот, да, там, приветствуется, и люди могут спокойно поделиться каким-то вещами, задать вопросы и получить ответы, да, и это упрощает, да, то есть, здесь нету однозначного ответа, что вы можете потратить три месяца, делая определенные шаги, если у вас сотрудники, которым это не нужно, да, то есть, это, опять же, относится и к рекрутменту, да, то, чем я занимаюсь 15 лет, если вот, ну, очень простой, да, у меня был пример, да, вот аналогия, очень простой пример был в коммуникации с директором, да, по продажам развития разничных стил, у которого в магазинах была большая текучка, и, то есть, да, вот он задался вопросом, да, рассказал это своим подчиненным, они задались вопросом, почему люди уходят, да, то есть, почему они работают там, да, есть сезонные аспекты, да, там, лето, а есть, ну, то есть, остальные, да, месяца, почему там, да, текучесть определенного уровня, они пришли к пониманию, что все дело не в условиях, то есть, условия были хорошие, продукт хороший, бренд известный, там, да, зарплатная вилка была в рынке, более того, хорошие бонусы, да, то есть, бенефиты другие тоже были на уровне, но все равно была при этом текучка, и они задались вопросом, а как сделать, как это исключить, что вообще влияет, да, то есть, может, мы ненужных людей просто набираем, да, пришли к пониманию, что людей набирают не тех, да, то есть, кто им нужен, да, то есть, те, кто соответствует, да, может, внутренней корпоративной культуре, вот, то есть, это вернулись к толку, да, то есть, вернулись к первоначальному, да, то есть, кто нужен, вот, и здесь тоже такой же вопрос, да, прежде чем внедрять культуру любопытства, нужно задаться вопросом, а какие сотрудники, да, будут это делать, если вы хотите изменить всех сотрудников своей организации или даже большую часть, у вас может, ну, занять это неограниченное количество времени, да, то есть, привить это как, да, то есть, привить ее аспекты в работе, да, то есть, как то, что там ежегодно есть, например, да, performance review, да, то есть, оценка твоих результатов. Также, например, внедрить, да, вот, как ты сделали, например, 3M, Google, внедрили определенный процент времени, когда люди посвящают какому-то определенному процессу, да, в их случае от инновации, да, который также, там, подразумевает задавание вопросов со временем, да, то есть, люди, которые не, там, ну, не поддерживаются, там, не могут уйти, на их место придут другие люди, которые будут тоже подобраны с учетом этого критерия, поэтому здесь это может занять как месяц, да, если мы говорим о стартапе, и все сотрудники заряжены на то, чтобы, да, сделать продукт интересным, классным, чтобы он был рентабельным, чтобы компания существовала, развивалась, и чтобы они развивались с ней. Так это может быть и большая корпорация, где, например, ну, человек, он, да, на заводе, например, ему, как работают финансы, даже руководителю, да, этого сотрудника, называется, даже он может не понимать, да, там, какие-то базовые вещи из финансов, вот, ну, соответственно, здесь вот такой ответ. Да, окей, спасибо большое за ответ. У меня последний вопрос из нашего списка подготовленных вопросов, и потом, мне кажется, те, кто, у кого будет желание задать вопрос в микрофон, тоже могут проявиться. Итак, Павел, как можно померить импакт от внедрения культуры любопытства, и можно ли его вообще померить, может быть, нужно какие-то новые метрики изобретать теперь в центре дизайна мышления? Это очень хорошо. Наверное, увлеченность сотрудников, снижение текучести, да, то есть тоже очень важный момент, аспект. Наверное, насколько, да, знаете, вот очень хороший, очень хороший пример, да, здесь, может быть, метрики, это то количество инноваций, которые, да, то есть соотношение количества инноваций, которые были внедрены, которые были успешно внедрены, в первую очередь, до внедрения культуры любопытства и после. То есть это, я считаю, основная метрика, которая способствует оценке эффективности внедрения культуры любопытства. Да, да, я тут полностью согласна. Теперь у нас есть вопрос от Александра Костина. Александр, если хотите, можете микрофон его задать, могу прочитать его, как тут вам удобней. Алло, слышно? Да, слышно, отлично. Павел, спасибо, сказать, за интересную информацию. Я тоже когда-то работал в госкорпорации Росатом, поэтому и удивился. Я в самой госкорпорации работал, и секретности, ну, в общем, любопытство не поощрялось в то время. Вот я рад, что сейчас что-то меняется. А в каком году и в каком дивизионе, если не секрет? У Щедровицкого в 2010-2011. Ой, ну это было 15 лет назад. Могу смело вас заверить, что многое изменилось. То есть, да, вот тоже пример, да, из жизни. В июне месяце прошлого года есть такое мероприятие, называется AtomSkills. Коллеги решили, да, внедрить, ну, то есть, решили внедрить новую компетенцию, рекрутинг. Позвали, да, то есть, всех представителей дивизионов. Два дня у нас был брейнсторминг, и потом мы изучали, да, этот проект. И вот, опять же, да, тот барьер, то есть, компетенция, да, когда собрались директора по перспективе, они сказали, слушайте, ну, с чем нам вообще это нужно, да, вот эта вот ваша компетенция? То есть, сколько людей, сколько ресурсов будет отнято, да, у сотрудников, да, для того, чтобы строить чемпионат, да. То есть, ну, одно дело, там, токари, да, или тварщики, да. Ну, мы объяснили, что, ну, прививать, вот, да, сослаясь, а сколько нужно людям? 35 тысяч, в каком год, там, к 27-30-му. Вы понимаете, какая это цифра? Это же огромная цифра. Вы как их собирать? Ну, будете набирать, то есть, да, они сказали, окей, ну, а как поможет? Ну, как поможет? Люди будут задавать вопросы, отвечать, будут соревноваться, да, то есть, меняться мнениями, будет новая информация, новый опыт, да, появляться. Но, опять же, да, то есть, общаясь там с людьми, которые называют себя экзекциалистами, да, часто слышат, что они поищут людей через LinkedIn. Вот, ну, то есть, вот такой банальный такой ответ. Вот, еще и на LinkedIn, знаете, все, и экзекциалисты. А есть же очень много других, да, то есть, там, метрика. Вот, вот это вот, да, то есть, также и в госкорпорации 10 лет назад могла быть, могла быть совершенно другая история. Я когда работал, да, в структуре объединенной строительной корпорации, там тоже не поощрялось задавать вопросы. Даже более того, если ты задаешь вопросы, мы себя, как минимум, смотрели наискость. Я не могу говорить за гражданский смартсхон, но могу говорить за другой подразделение УАКа. Я знаю, что там тоже произошли не такие, так скажем, да, серьезные изменения, как Росатами, но общаясь с коллегами, они, ну, как-то более открытые, да, то есть, менее консервативные, наверное, да, в талии. Есть такая же история. Да, я там в чате сформулировал вопрос, он достаточно сложный, но начну с простого. Вообще вот любопытство – это искусство задавания вопросов. Насколько, как с вашей точки зрения связано качество задаваемых вопросов с развитием культуры любопытства, и, соответственно, сказать, а как вы или там на вашей практике измеряете качество вопросов? И используете ли вы, например, достижение теоретической прикладной квалиметрии, это наука, которая занимается измерением и оцениванием качества, в оценке такого параметра, как качество вопросов, для того, чтобы способствовать развитию культуры любопытства? Ну, и если, сказать, значит, вот можно сложный вопрос, я его сформулировал, но он связан с тем, когда вот есть какие-то сложные научно-методические темы, то очень сложно вот культуру любопытства как-то генерировать, инициировать. И вот есть ли какие-то примеры, как вот в научном учреждении или, например, в онлайн-школах, когда дистанционно люди разъединены, но хотелось бы вот эту культуру любопытства развить. Есть ли какие-то примеры, как это лучше сделать, как интегрировать в бизнес-среду, вот, чтобы получать выдающиеся достижения? То есть как бы не средненькие, да, а мирового уровня. Вот, ну, я когда в Росатоме работал, приходил в HR-отдел и предлагал там какую-то систему, но с передней KPI даже слушать не захотели. Даже слушать. Сейчас есть такой аббревиатура, в которой корпорация называется Управление эффективностью деятельности УЭД. Вот, и она, соответственно, да, то есть там включает в себя многие вещи, да, то есть это как годовой бонус, так и, конечно же, да, то есть то, что нужно сделать, чтобы, да, вот, перейти на следующий грейд. И вот одним из составляющих, я уже не помню, есть ли там в презентациях в открытых источниках, да, вот на эту тему, по-моему, даже где-то в открытых источниках я находила презентация, но это вот прям заложено документально, что хочешь повышения, предлагай какие-то новые идеи. Ну, то есть, ну, это если вот очень, да, кратко, да, выдержано, так скажем. Спасибо. Простой пример еще, знаете, из прошлого моего был. У меня сотрудник был, у меня был подчиненный, в сухом, и вот он в какой-то момент пришел такой, и пока, смотрите, я вот все бизнес-процессы писал, ну, там какие-то, да, части, вот сложный блок, вот такие, о, ничего себе, ну, я сказал, ну, вообще-то ты молодец, ну, как будто вот многие так зачем так устранились, вот. Потом я перешел в Остин, и компания начала сливаться и другой компании, и вот, ну, там, спустя, там, два года, я, три года, если не тут списался, то есть я занес, сейчас уже не помню. Вот. Угадайте, на какой он позиции работал. Ну, начальку отдел подбора персонала, то есть, ну, довольно молодой специалист, да, то есть задавал вопросы, оптался, да, то есть, если ты не задаешь вопросы, ты не понимаешь, как функционируют, да, там, люди, ну, например, там, да, другие подразделения технические, да, значит, не понимаешь их процессов, не понимаешь их процессов, не можешь добиться того, что нужно тебе. То есть, ну, очень просто, да, если ты, если ты, например, понимаешь, как сложно выполнять какую-то другую, да, работу другого человека, то тебе легче понять, да, то есть, подходить к нему, да, с теми иным вопросом, или лучше этого не делать, да, потому что, ну, понятно, что лучше подойти к другому сотруднику, который там менее загружен, у которого работа там, да, ну, там, да, более просто выстроено, да, хотя там обладает теми же знаниями. Про качество вопросов и развитие культуры. Качество вопросов, да. Вот смотрите, есть вопросы, да, то есть поверхностные, есть уточняющие. Есть вопросы, да, то есть, как это сказать, вопросов в обход, да, то есть, которые ты не найдешь, да, вот информацию в тех же самых открытых источниках. Ну, грубо говоря, если кто-то ко мне придет и скажет, ну, так, простой пример, Павел, как найти, там, да, там, как найти подходящего сотрудника, ну, то есть, как бы это, да, не, ну, или там, как вообще, в принципе, да, выглядит процесс рекрутмента, да, то есть, я ему, конечно, расскажу, но это информация, которую он может, да, там, почитать. Вот, а с другой стороны, например, вот там, не знаю, там, сколько ты лет, там, да, вот, насколько глубоко ты можешь рынок посмотреть, да, вот, ну, тоже, прикладной вопрос. Я говорю, ну, окей, я могу посмотреть 80% рынка, да, то есть мы берем финансовый директор, IT-директор, не важно, да, какая-то по технической деятельности, какой-нибудь директор, там, по, там, по технологиям обогащения, вот я всегда заявляю, что я могу 80% рынка посмотреть. И вот здесь вопрос, а вот как это сделать, а вот как сделать так, чтобы посмотреть 80%, вот, вот это вопрос, который, вот, ну, наверное, и будет более такой качественный, да, то есть перекладывая, да, там, на технический, да, процесс, как создает стальная деталь, да, там, или, там, как получается золото, да, там, например, из, по сути, да, из камня, вот, там, какие стадии, да, есть переработки горной массы, да, то есть те вопросы. Ну, как бы тебе, конечно, ответят технические специалисты, но ответят вот очень-очень в общем, да. Если ты, например, задашь ему, там, да, например, вопрос, там, да, как вот сделать так, чтобы, да, там, мы из, ну, грубо говоря, из тонны горной породы добывали, там, не один грамм, а один и два, вот что может на это повлиять, да, какие физические факторы, параметры, какие параметры работы оборудования. Вот это будет уже другой вопрос. Ну, он, естественно, задается, а зачем тебе этот вопрос? Скажешь, ну, слушай, ну, просто интересуюсь, да, можете же, да, объяснить, ну, человек, да, то есть там ответить. Есть, и вот, вот в этом-то и есть разница, да, на глупые вопросы никто не любит отвечать, на вопросы, на которые и так есть, да, ответы, да, они есть в открытых источниках, они лежат, по сути, на поверхности. Вот, ну, или какие-то общие вопросы. Ну, общий вопрос, общий ответ, да, то есть ты получишь. Либо большой монолог, большой рассказ относительно того, что из себя представляет простой процесс, да, во всех деталях. Ну, как бы, качественного, да, там, ответа. Это нам не даст. Павел, правильно ли я понял, что ваше любопытство привело к тому, что вы занялись оценкой стоимости? Занимались ли вы оценкой интеллектуальной собственности? Вот, а оценкой интеллектуальной собственности, оценкой интеллектуальной собственности, нет, никогда, то есть то, что, то, что, то, что определяет, есть, я сейчас не помню, как раз, в инвестициях есть Goodwill, вот, есть такое понятие, да, оценка. И это, ну, такая очень вещь, которую ты не измеришь. То есть, почему Apple стоит столько, сколько стоит, он стоит тысячу долларов, а не триста, да, то есть, там, Samsung, многие другие компании, да, говорят, что камера лучше, технические параметры лучше. Почему? Потому что бренд, вот, Goodwill, вот, а тот, что, пример, я извините, небольшой сумбур был, да, в начале, вот, несколько лет назад все изучали инвестиции, да, и там, как выбрать подходящую компанию, кто-то, ну, классно, там, не знаю, Virgin Galactic запускает ракеты, это круто, надо покупать, да, то есть, говорил мне друг, а потом они обвалились прямо после полета, это было очень забавно, вот, я задался другим вопросом, да, а как посчитать стоимость компании, да, то есть, ну, что такое дисконтированный денежный поток, я не стал финансистом по итогу, да, но сейчас общаюсь, да, руководитель, который управляет, да, корпорациями, я, соответственно, могу общаться с ними на их языке, да, то есть, там, ну, грубо говоря, там, человек управляет бизнесом, да, что ему нужно, ему нужно получить и беду, да, определенную, как это сделать, я вам прихожу, говорю, вот, смотрите, вот этот руководитель, он в прошлом, там, да, например, вот этот директор по персоналу, к примеру, там, он же тоже влияет на и беду, там, да, сократил расходы, не сокращая людей, да, то есть, вот за счет вот этих, вот этих, вот этих вещей, то же самое делают и другие руководители, по сути. Спасибо. С моей точки зрения, любопытство, качество вопросов напрямую зависит, связано со стоимостью бизнеса, через увеличение стоимости, как раз нематериальной составляющей, интеллектуальной собственности, в больших компаниях это и ноу-хау, это и объекты авторского права, ну, и бренд компании, следствие. Спасибо огромное. Спасибо. Александр, вам тоже спасибо большое за вопрос, я прям тоже сидела на него, смотрела и думала о том, что было бы здорово нам с нашим директором, Марии Сташенко, тоже поговорить на эту тему, подробнее у нее расспросить, может быть, получится какой-то материал даже в наш телеграм-канал, потому что как раз таки вот это активное, такое продуктивное, динамичное любопытство, это про центр дизайн мышления, вот как он интегрирован в бизнес-среду, даже сотруднику ответить порой сложно, то есть это именно как-то вплетено очень аккуратно, таким кружевом сквозь... ДНК-компании. Да, реально, ДНК-компании сквозь весь процесс, то есть вплоть до того, что иногда по какой-то задаче у тебя нет всей информации, тебе нужно ее найти самостоятельно, и это нужно именно для того, чтобы стимулировать любопытство, а не потому, что тебе эту информацию не хотят давать. То есть есть и такие фишечки. Маргарита, буду рад, сказать, пообщаться, поделиться, вот я основатель первой в мире онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности, и вот тема вебинара меня привлекла, и буду рад пообщаться и какой-нибудь совместный кейс сделать вместе. Отлично, отлично. Звучит очень интересно. У нас точно еще подобных кейсов нет, поэтому познакомимся с вами поближе обязательно. Спасибо. Да, коллеги, мы тут остались самые любопытные, просто уже, мы немножко вышли за рамки вебинара, но надеюсь, что ответили на вопросы всех участников. Если у кого-то еще есть вопросы, вот буквально последний вопрос можем еще дать ему дорогу, и уже будем потихонечку происходиться. Коллеги, может, еще у кого-то остался какой-то вопрос. Хорошо. Я думаю, да, на сегодня достаточно. Спасибо всем, что поучаствовали, пришли на этот вебинар, Павел. Спасибо большое, что делились опытом, открыто с нами. Это очень здорово, очень полезно для нас. И всем хорошего вечера, хорошей рабочей недели. Спасибо. Вам тоже. Хорошего вечера, коллеги. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.